Николай Иванович Павленко, советский российский историк, специалист в области истории России 17-18 веков, доктор исторических наук, профессор, член Союза писателей, заслуженный деятель науки РСФСР. Биография. В 1933-1936 годах работа учителем в сельских школах Краснодарского края. Одновременно учился на заочном отделении исторического факультета Ростовского пединститута. В 1939-1946 годах служил в РКК, командовал ротой, участник войны с Японской империей, награжден орденом Красной Звезды. С 1949 года работал в Институте истории АНССР. В 1969-1975 годах заведующий сектором источника ведения и вспомогательных исторических дисциплин Института истории СССР. С 1954 года одновременно занимался преподавательской деятельностью. Работая в Институте истории Павленко выступил в защиту Т.Н. новонаправленцев, группы историков, ставивших под вопрос неизбежность Октябрьской революции. В феврале 1975 года сектор Павленко был расформирован, после чего ученый покинул Институт истории СССР. В 1975-1990 годах, профессор МГП МВИ, Ленина, соавтор вузовского учебника «История России с древнейших времен до 1861 года» Образование и ученые степени, педагогический техникум МГ, Е-Крат КСК, Московский государственный историко-архивный институт, аспирантура МГИ, ученик профессора Аяна Васильского. Своими учителями называет также академика СГ Струмелина, профессоров Б.Б.К Фингауза и В.К. Яцунского. Кандидат исторических наук. 1949. Диссертация Берг. Коллеги. 1719-1742 год. Организация управления металлургической промышленностью в первой половине 18. Доктор исторических наук. Награда и звание. 15 февраля 2006 года. Награжден Орденом почета за большой вклад в развитие отечественной и мировой культуры и многолетнюю творческую деятельность. Почетный гражданин города Е-Крат КСК. Историк российской металлургии. Основной темой научных исследований Эны Павленко в 50-60-х годах была история металлургической промышленности. Она как нельзя более полно отвечала потребностям развития общества и науки в тот период, когда наша страна поставила задачу выхода на первые позиции в мире по выплавке металла. Комплексная разработка темы позволяла полнее познать и объяснить суть генезиса феодализма, первоначального накопления и становления абсолютизма в России. Две его капитальные монографии по истории металлургии поныне представляют не только историографический интерес. В первой книге «Развитие металлургической промышленности России» в первой половине 18 в «Промышленная политика и управление», вышедшей в 1953 году, были подвергнуты анализу особенностей размещения металлургических заводов, их количественный и качественный рост, существенно уточненные объемы и номенклатура производства. Показана роль Берг-коллегии в формировании казенной промышленности, рассмотрен характер взаимоотношений государственных учреждений с частными предпринимателями, а также впервые в полном объеме были выявлены методы принуждения государства в отношении работных людей и приписных крестьян. Опубликованная почти 10 лет спустя вторая монография «История металлургии XVIII века» является прямым продолжением первой. Первоначально автор намеревался рассмотреть в ней три крупных блока вопросов. 1. История заводов и заводовладельцев 2. Промышленная политика государства 3. Формирование заводских кадров и положение работных людей и мастеровых Однако по ходу исследования богатство выявленного им первичного архивного материала заставило ученого ограничить первоначально намеченную программу. Глубокое и всестороннее решение получил только первый блок вопросов – возникновение промышленных производств, время и темпы строительства предприятий, происхождение заводовладельцев и накопленных ими капиталов. Специальному анализу было подвергнуто изменение социального поведения промышленников, например их стремление к приобретению дворянских титулов. Внимание Павленко привлекли и вопросы общественного сознания формирующейся российской буржуазии, вышеупомянутые книги «Н». И Павленко в содержательном плане органично дополняются рядом его статей, опубликованных как до выхода в свет монографии, так и позже. Совокупность этих тематически объединенных работ позволила существенно продвинуть изучение мало разработанной в ту пору проблемы формирования рынка, рабочей силой для металлургических мануфактур. Точнее определить характер соотношения принудительного и наемного труда, показать сложность процесса формирования нового класса буржуазии. Все названные проблемы относятся к числу основных проблем социально-экономического развития России в позднем феодализме. Значительный научный интерес представляют и публикации документов по истории промышленности 18 в осуществленные на Павленко, в их числе, наказших мистеру В.Н. Татищева, материалы совещания уральских промышленников 1734-1736 год. Под инструкцией заводским приказчиком Ай.Н. Демидова особо стоит отметить опубликованные в 1974 году под редакцией Эны Павленко мемуары Дмитровского купца И.А. Толченова. Этот журнал или записка жизни и приключений Ивана Алексеевича Толченова является уникальным памятником истории культуры и быта России 18 в «Историк Петровского времени» с 1970-х Г.Г. Научные интересы Н. и Павленко все заметнее концентрируются на одной ведущей теме в проблематике истории России 18 в деятельности и реформах Петра I. В 1973 году опубликован сборник статей «Россия в период реформ Петра I. Отличавшийся новизной постановки и решения избранных проблем» в 1975 году. В серии «Жизнь замечательных людей» вышла книга Эны Павленко «Петр I» в 1990 году. После значительной доработки эта работа была издана под названием «Петр Великий» труды Н. и Павленко о Петре. Итог многолетней кропотеливой и вдохновенной работы историка представляет собой первую подлинно научную биографию царя. Все предыдущие работы о Петре, в том числе М.П. Погодина Н.Г. Устрялова М.М. Богословского являлись скорее хрониками жизни, к тому же не были доведенные до конца хронологические у работы Н. и Павленко. Одна основная, определяющая идеи – Петр I, деятель мирового масштаба. В авторском введении книги о Петре специально подчеркивается, что преобразования первого императора имели громадную общенациональную значимость. Они вывели Россию на путь ускоренного экономического, политического и культурного развития и вписали имя Петра, инициатора этих преобразований, в плеяду выдающихся государственных деятелей нашей страны. Для того, чтобы показать масштаб личности Петра, автор раскрывает различные грани его таланта. В характере монарха выделяются три страсти. Во-первых, это безудержная тяга к морю и к воде вообще, субъективная причина внешней политики Петра, сформировавшая его мировоззрение. Вторая страсть – военное дело. И, наконец, ремесло – Петр, человек, обладавший на протяжении всей жизни гиперактивностью. Его энергии хватило, чтобы сдвинуть с места огромную страну, но одновременно с этим он имел противоположные качества. Рассудительность, волю упорства. В результате не было задачи, которую он бы не мог решить. Ко всем неудачам он относился с юмором, тут же делал из них выводы и в конце концов добивался своего, оценивая Петровские реформы, позволившие народу России подняться до уровня передовых европейских стран. Н. и Павленко не стал создавать иконописный образ царя и явил читателю психологический портрет Петра. Для понимания личности Петра решающими являются главы «Государственная тягла» и «Фортеция правды», в которых автор доказывает, что главный смысл своей жизни и деятельности император видел в служении государству. Эту мысль Петр выразил сам в обращении к войскам перед Полтавской битвой. О Петре ведали бы известно, что ему житие свое недорого, только бы жила Россия и российское благочестие, слава и благосостояние. «Государь служит России, а народ государю, служба Петру тяжела и жертвена». Но и Петр несет эту службу наравне со всеми и даже больше иных, потому он вправе был требовать этой службы от народа, вправе был навязывать ему избранный им курс. Петр выступал как бы в двух лицах, когда он был бомбардиром, корабельным мастером, каменщиком, капитаном, полковником. Он выступал как частное лицо под именем Петра Михайлова или мастера Петра, пишущего шутливые челобитные кесарю Бутурлину. Не любил, когда к нему обращались как к царю, не царствует, но правит. Но и в составе великого посольства и на пьянке и на крещении солдатских детей он оставался самодержцем. Его волей нельзя перечить, его деятельность – это работа, это его прямые обязанности, обеспечение порядка и обороны, внесение личного вклада в дело страны, но и личный пример подданным тоже. Петр играет идеального подданного, служащего своему государству. Он увлекает за собой, но при этом любит лезть во все дела лично, даже в самой мелочи, тем самым убивает инициативу окружающих. Своим птенцам он давал импульсы к деятельности, но сам постоянно жаловался на отсутствие помощников. Не было человека, равного ему по воле и энергии. Создается ощущение, что он был единственным человеком в стране, заболевшем Европой, а всех остальных заставляет полюбить ее силой. Вся реформа образования и культуры направлена на воспитание таких помощников. Это им царь подает пример службы. Его указы выполняют, но без него все дела встают. Он тащит все реформы и всю войну на себе. Он расставляет своих друзей на государственных постах, и служба вытесняет личные отношения. Однако Энна Павленко опровергает тезисы И.Т.П. Сашко об одиночестве Петра в его реформах. Хотя и можно говорить, что в личном плане императора к концу жизни оказался одинок. Но его реформы имели прочную социальную базу и потому достаточно быстро прижились в российском обществе. Несмотря на то, что их реализация проводилась насильственными методами, оригинален жанр созданных Эн. И.П. Павленко произведений – это не исторические исследования в привычном понимании, но и не историческая билетристика, а живой рассказ, основанный на анализе огромного круга источников и синтезе практически всей имеющейся литературы по Петровской эпохе. Книги Эн и Павленко отличаются ярким, хорошо отработанным стилем и образным языком. Автор широко использует переписку того времени, цитирует реальные высказывания, наделяя повествование подлинным языком века. В частности, как отмечает Тарас Кознарский, раздел «Агетманема» запись биографии Петра представляет собой концентрированные народные стереотипы и литературные заимствования под маской. Науки Эн и Павленко не остановился на создании биографии Петра I. Он обратился и к ближайшему окружению царя, к сенцам гнезда Петрова. Первым его внимание привлек светлейший князь Александр Данилович Меншиков и в 1981 году была написана книга «Полудержавный властелин». В 1983 году в издательстве Академии наук СССР «Наука» вышла книга Александр Данилович Меншиков. В 1984 году вышла в свет работа «Птенцы гнезда Петрова» с историческими портретами трех верных помощников Петра I. Первого боевого фельдмаршала Бориса Петровича Шереметьева, выдающегося дипломата и государственного деятеля Петра Андреевича Толстого и кабинет секретаря царя Алексея Васильевича Макарова. Подробно повествуя об этих непохожих героях, автор отмечает общие для них черты. Все они тянули лямку в одной упряжке, подчинялись одной суровой воле и поэтому должны были сдерживать свой темперамент, а порой и грубый, необузданный нрав. В портретных зарисовках каждого из них можно обнаружить черты характера, свойственные человеку переходной эпохи, когда влияние и просвещение еще не сказывалось в полной мере. Именно поэтому в одном человеке спокойно уживались грубость и изысканная любезность, обаяние и надменность. Под внешним лоском скрывались варварство и жестокость. Другая общая черта. Среди видных сподвижников царя не было лица с убогим интеллектом, лишенных природного ума. Наконец, бросается в глаза общность их судеб. Карьера почти всех героев книги трагически оборвалась. Умение видеть в неразрывном единстве частные и целые, индивидуальные и общие. Отказ от односторонних и поспешных оценок позволили ученому создать подлинно научные биографии Петра I и его непосредственных помощников. В 1990-е Г.Г.Н. Павленко продолжил изучение личностей самодержцев XVIII века, наследников Петра Великого. Его перу принадлежат монографии. Екатерина Великая, Анна Иоанновна, немцы при дворе Петр II и Д.Р. В 2008 году в серии «Жизнь замечательных людей» в свет вышла книга «Н. и Павленко», царевич Алексей, посвященная одной из самых противоречивых личностей в российской истории. Необходимо сказать и о том, что стол пристальное внимание «Н. и Павленко» конкретным историческим персонажем отвечает не только его личным научным пристрастиям, но и внутренней логике развития исторической науки на современном этапе. До этого на протяжении многих десятилетий почти полностью игнорировавшее изучение влияния субъективных факторов в историческом процессе. Роли личности в последнем интересны и по замыслу и оригинальной по исполнению статьи на Павленко о людях и событиях столь любимого им 18. Часто можно встретить на страницах строго научных изданий и предназначенных для более широкого круга читателей научно-популярных журналов «Наука и жизнь», «Знания», «Сио» и «Д.Р». Он автор статей специального раздела «Страсти у трона» в журнале «Родина», в которых воссоздаются достоверные исторические портреты женщин-императриц династии Романовых. Н. И. Павленко проявлял интересы к истории отечественной исторической науки. Ярким примером служит книга А. М. П. Погодини, историки, журналисты, коллекционеры и общественном деятеле, противоречивом и незаурядном человеке. Труды, развитие металлургической промышленности России в первой половине 18. Промышленная политика и управление. М. Истан СССР. 1953. История металлургии в России 18 века. Заводы и заводовладельцы. М. Истан СССР. 1962. П. I. Н. Павленко. М. Молодая гвардия. 1975. 384. С. 100 000 КЗ. Переиздано в 1976. 2000. 2005. 2007. 2010. Александр Данилович Меншиков. М. Наука. 1981. 1983. 1989. Птенцы Гнезда Петрова. М. Мысль. 1984. 1988. 1989. 1994. 1984. Полудержавный властелин. М. Современник. 1988. 384 секунды. 150 000 КЗ. Петр I. его время. М. Просвещение. 1983. 1989. Петр Великий. М. Мысль. 1990. 1994. 1998. Полудержавный властелин. М. Политезда. 1991. Страсти у трона. М. 1996. Вокруг трона. М. Мысль. 1998. 864 секунды. А. С. Б. Н. 5. 244. 00904. 4. Меншиков. М. М. Молодая гвардия. 1999. Соратники Петра. М. 2001. Анна Иоанновна «Немца при дворе» М. 2002 Михаил Погодин «Жизнь и творчество» Энны Павленко М. «Памятники исторической мысли» 2003-360 секунд 800 ТКЗ А. С. Б. Н. 5 884 51 137 Х. Меншиков «Вторый лист» М. «Молодая гвардия» 2005-368 секунд 5000 ТКЗ А. С. Б. Н. 5 235 028 44 9 П. II М. «Молодая гвардия» 2006-281 секунда 5000 ТКЗ А. С. Б. Н. 5 235 028 86 4 Екатерина «Великая» М. «Молодая гвардия» 2007-495 секунд 5000 ТКЗ А. С. Б. Н. 5 235 028 8 2 Царевич Алексий М. 2008 Лефорт М. «Молодая гвардия» 2009-232 секунды 3000 ТКЗ А. С. Б. Н. 978 5 235 032 47 7 Библиография Павленко Н. И. М. «Молгвардия» 1975-384 секунды Павленко Н. И. Артамонов В. А. 27 июня 1709 года М. «Молодая гвардия» 1989-272 секунды 100 000 ТКЗ А. С. Б. Н. 5 235 032 5 Х Павленко Н. И. Екатерина «Великая» М. «Молгвардия» 1999-495 секунд И. У. 5000 ТКЗ тоже М. «Молгвардия» 2003-495 секунд И. У. Павленко Н. И. П. I. Павленко Николай Иванович М. «Молгвардия» 2428 секунд И. У. Тоже М. «Молгвардия» 2003-428 секунд И. У. Павленко Н. И. Соратники Петра Павленко Николай Иванович Дроздова Ольга Юрьевна Колкина Ирина Николавна М. «Молгвардия» 2001-494 секунды И. У. Библиогр С. от 477 до 493 А. С. Б. Н. 5 235 024 32 Х 159 00